Воскресенье 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 Я попал прямо в метро Московское Видите, такая движуха тут, короче Я поспал Одночь всего лишь часа полтора, а то это в самолете было Пока летели сюда Я проснулся Тут такая вообще Все движется, все бегут, хватает Все что-то делают Я чувствую Панама Бизнесовый город Мы в Панаме Я не знаю, первый раз вы в Панаме или нет, но я в первый раз Сейчас буду смотреть Город вместе с вами Первое удивление мое Тут тепло Нет Ладно, первое удивление мое То, что здесь нет собственной валюты Здесь принимают доллары американские Сейчас, короче, еще автобус Еду в город Остановочка Ждем мой автобус Здесь Стою, жду С другими местными свой автобус до города Надеюсь, это будет не очень долго Жар Это немножко не в моем стиле просто так бесцельно гулять Но раз у меня есть 20 часов И нет денег на такси Или на то, чтобы арендовать тачку Я иду пешком Водитель автобуса вообще красавчик Вез туда, куда мне надо почти всю дорогу Только под конец свернул И там где-то, видимо, ошибся Вот, и я вышел На остановке Сейчас иду пешком на Панамский канал Идти порядка 3 км Ну, надеюсь, что за час зайду Вот там вот проезжали, короче, крутой район Панамы Небоскребы, дорогие магазины А вот здесь, возле Панамского канала Уже какая-то дыра началась Я еще не ужинал И не завтракал И всю ночь не спал Я голодный Вот, решил дойти в Макдак Хотя первый раз за всю мою поездку по Южной Америке и иду в Макдак Я в Колумбии забыл сходить Ну, ладно Схожу в Панаме Весело и вкусно Приближаюсь уже, чувствуете, да? Чувствуете? А это вот уже порт Я вот уже прям в порту почти что Иду пешочком Все по чесноку Вот слева скала Справа стена Я иду вперед Короче, есть вот такие жесткие пробки из грузовиков Которые загружаются, разгружаются в порту и так далее Вот, не могут разъехаться Все Все Вон туда далеко стоят Далеко Я таких уже много прошел Шоумгам Порт Я нарезаю уже 45-й круг Я все еще ищу канал для тебя, мой друг Короче, блин Круги тут только так наяриваю Уже заблудился 15 раз Ладно, я карту загрузил в телефон Иногда как бы смотрю Там видел вдалеке Сам проход к каналу закрыт Увидел мост Вдалеке Сейчас пытаюсь выйти к мосту И с моста, я думаю, будет офигенный вид на весь канал И на море и океан тоже Знаете такой анекдот? Что Ну, он заканчивается так, что мыши плакали, кололись, но продолжали жрать кактусы Так вот Есть кактус, который действительно едят Вот этот кактус Называется опунция И вот у него есть плоды вот такие вот красные Они съедобные, они сладкие Самая главная проблема в том, что их надо почистить от колючек Вот, но так, в принципе, их можно срывать Вот так вот и есть Но вообще, в принципе, знайте, опунция Она много где растет Она и в Африке растет И в Южной, и в Центральной Америке много где растет Она съедобная и очень вкусная В Мексике, по-моему, она даже в супермаркетах продается, я видел Я себя чувствую, как Александр Супертрамп Из фильма В диких условиях Также иду вдоль шоссе С рюкзаком Правда, попутку не ловлю Пока Вот, но ощущения почему-то похожи Но я уже, можно сказать, на финишной прямой Вот там с поворотом уже будет мост Наш мост, к которому мы шли так долго Победа! Мы наконец-то на мосту! Я уже иду по нему, наверное, двадцать часов по этому мосту Еще даже не дошел до середины Вот там вот находится военно-морская база США Которая была построена во время Второй мировой войны И до шестидесятых годов сюда не пускали людей, никого, даже местных Это был объект закрытый Вот И после того, как открыли объект То есть половину Панамы Сити открыли Для посвящения Стала очень активно развиваться банковская сфера, финансовая Вот И с семидесятых по восьмидесятые годы Это стал один из крупнейших финансовых рынков этого региона Причем Очень много было Обвинений В том, что здесь отмывались деньги грязные В том числе Деньги колумбийских наркобаронов Таких как Пабло Эскобар И его медельинского картеля И К концу восьмидесятых годов Все стало настолько серьезно В плане Денег В плане претензий к Панаме Что в восемьдесят девятом году Джордж Буш старший Ввел сюда войска с целью свергнуть президента Действовавшего тогда Вот И с тех пор Здесь царит мир Процветание Вышел на какую-то улицу в Панаме Рыночную И пока что это самый дешевый рынок в своей жизни Который я встречал Шлепки по 30-40 рублей Рубашки белые по 2 доллара Штаны по 2, по 3, по 4 доллара Какие-то цены смешные Сейчас пострю, можно себе что-нибудь найду Крутое Полчаса релакса Устал ходить Вон там гора За этой горой мост Через Панамский канал Мы с вами там были Вот это Старый город Там где рынок Мы тоже так что с вами здесь были А вот это Новый город Мы там с вами еще будем Если поплыву напрямую, то часа через три наверное будем А если пойду в обход, то Таким темпом часов шесть мне идти Я уже устал пипец как Хотя можно пострелить сколько я прошел уже Время 3 часа дня Я прошел за сегодня уже 16 километров Нормально Нормально Вот, ну в общем там небоскребы Там небоскребы За этим небоскребами аэропорт То есть я двигаюсь в ту сторону Как только устану, сажусь на автобус и еду в аэропорт Бизнес лаунж, там кушаю, отдыхаю Все что нам надо делаю А сейчас пока релакс На чей-то могиле лежу Аааа Пеликаны ловят рыбу Так, что мы знаем о Панаме Была образована в 1531 Чуть типа такого Вся ее заслуги сводится к тому, что Выкопили перешей И на нем сидели, получали деньги за транзит Население порядка полутора миллиона Панамасити 55% ВВП всей Панамы Это Панамасити делает Большая часть доходов это транспорт То есть транзит Добраться до города проще простого Гораздо сложнее из города уехать обратно в аэропорт Вот сейчас я это и буду делать Приехал в аэропорт Ехал обратно битком В позе вот такой стоял Еще все время спрашивал Скоро, скоро, скоро В итоге мне все сказали, что Аэропорт Чувак, ты приехал Выходи Додрал уже нас спрашивать Доллар 25 поездка стоит Туда, обратно Я искал бизнес-зал Нашел Часовню Часовню в Панаме В аэропорту Я не особо религиозный человек По крайней мере, я так думаю все Я, конечно, верю во что-то Всевышнее Но не могу сказать, что я там Только вот такой вот религии придерживаюсь Ну, чем мне нравятся католические храмы Тем, что в них можно просто прийти, сесть, подумать Это будет тишина Это будет сосредоточенная Такая обстановка Это будет Обстановка, которая Располагает к раздумиям Потому что в нашей церкви Часто ходишь, как в музеи Во-первых А во-вторых, они Предусматривают, что все время И стоишь на ногах Или походишь там по кругу Там еще что-то Еще что-то там Ну, как бы я не особо знаю А здесь ты можешь просто прийти и посидеть Даже не где-то молиться Просто посидеть Еще у них вот здесь такая штука есть Видите, лавочки А на полу вот такая мягкая подушечка Это чтобы ты Вставал на колени Ставил руки вот так вот И молился Ну, вот ведь тянули кобыли Вот так вот, как там у них Ну, я не знаю, как принято Если я кого-то обидел, извините, я не специально Просто я невежда вот такой И все на самом деле продумано Все удобно Этим мне нравятся католические храмы Но я не католик Но я крещеный Бонусом хочу вам показать В аэропорту Панама-Сити Сразу еще предупредить у них фуфлыжный Фуфлыжный, потому что здесь нифига не кормят Вот все, что здесь есть из еды Вообще в принципе Сыр, галеты, бананы, яблоки Какие-то чипсы, чай, кофе Значит, здесь я смотрю телик И в компьютере заодно Вот здесь есть уже Места вообще не хватает Просто пипец Все сидят там по два, по три человека Незнакомых за одним столом Вот все, что есть из еды Чипсы, сыр, яблоко, банан Кофе, чай Все Вообще мало Вот здесь основной зал Все забито, видите, людьми Все сидят за столами незнакомые люди Но это не прикольно Реально такой забитый зал Видимо здесь Дофига вообще транзитных пассажиров И многие очень ждут Вот здесь есть бар Сейчас я закажу себе, наверное, венца Либо виски Иван, виски Виски Иван, виски Иван, виски Виски